Ваше Святейшество, дорогой брат, шейх Улислам, Паша Заде, уважаемые члены делегаций, рад вновь вас приветствовать в городе Москве. Когда использую слово «рад», то ни капли не включаю в это понятие никакой дипломатии. Действительно рад по-человечески вас видеть. Потому что с каждым из вас меня связывают годы общения, дружеские отношения и, конечно, очень важная совместная работа. Вот и сегодня мы собрались здесь для того, чтобы обсудить проблему преодоления последствий многолетнего, к сожалению, конфликта на Горном Карабахе, в который вовлечены народы и Азербайджана, и Армении. В течение без малого 30 лет мы, религиозные люди, ответственные за свои общины, трудимся для того, чтобы смягчить это трагическое противостояние. Мы Богом призваны к тому, чтобы проповедовать любовь и милосердие, даже тогда, когда это кажется трудно исполнимо. Я очень благодарен досточтимому католикосу всех армян и шейху-люсламу за готовность приехать в Москву и сесть за стол переговоров в духе нашей доброй традиции. Тем самым мы свидетельствуем о подлинном миротворческом потенциале наших религий. Хорошо известно, что духовная сфера жизни – это самая чувствительная сфера человеческого бытия. К сожалению, находятся и те, кто религии оправдывают насилие, жестокость, кровопролитие. И мы призваны давать однозначный совместный ответ на попытки связывать религию с войной. Религиозные войны – это страшная, греховная страница в религиозной истории человеческого рода. И в нынешнем веке, я думаю, мы должны сделать все для того, чтобы понятие «религия» и «война» не соединялись в одно целое. Мы говорили об этом ранее. Я хотел бы сегодня также повторить. Мы в ответе за будущее молодое поколение. Если мы сегодня будем молча смотреть на то, как среди молодежи крепнут отчуждения, взаимные претензии и даже ненависть, то завтра эти сорняки пустят корни и дадут поросль, которую будет очень трудно затем выкорчевать. Она разовьется в мощные растения, которые могут погубить и плодородие духовной почвы и нанести вред окружающей среде. В первую очередь я имею в виду, конечно, сферу духовной человеческой жизни. Мы говорили об этом, как я уже сказал, ранее. И сегодня у нас снова есть возможность побеседовать об этих важных темах. Я надеюсь, что мы с вами найдем правильные слова, которые более всего нужны нашим народам. Верю, что авторитет духовных лидеров Азербайджана и Армении сможет благотворно повлиять на умы людей. И верю, что сам факт сегодняшней встречи и диалог между вами, дорогие братья, станет примером для всех. Пусть Бог благословит наши труды и поможет нам найти взаимопонимание, которое поспособствует, несомненно, достижению прочного и долговременного мира на древней Кавказской земле, близкой, дорогой, родной для вас обоих. Еще раз сердечно вас приветствую, дорогие братья. Продолжение следует... ... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...